Мы даем самое начало, в самом деле, чтобы в дальнейшем, если они будут стучиться, у них уже будут отложены какие-то начальные знания, будет проще осваивать остальную программу. У нас занятия идут в двух вариантах, теоретически и практически. Теоретически мы сначала изучаем те инструменты, которые проводятся, какая-либо операция, которая у нас предстоит, допустим, сегодня у нас резкая и гибкая. Мы изучали инструмент для резки, значит, как производить гибку металла, а сегодня мы это закрепляем на практике. В принципе, проходит у нас так все обучение. Первое мы изучили рубку, затем вырубали детали, которые ребята сами придумали, сами нарисовали контуры, мы вырубали из листового металла. Затем мы изучили опиливание. Ребята свои детали обработали с помощью напильников, получилось. Ну, у кого-то очень довольно-таки прилично получились детали. До первого раза это очень даже прилично. Ну, и закончится наше обучение самыми такими насущными вещами. Мы будем с ними изучать нарезание резьбы внутренней наружности. Почему взяты за основу вот эти именно моменты? Ну, они более распространены при работе слесаря и ремонтика. Где-то надо вырубить прокладку, где-то надо вырубить какую-то деталь, где-то надо ее обработать напильником, где-то поправить или нарезать резьбу вновь. Поэтому мы их взяли за основу пока вот эту. В дальнейшем, когда у нас, я так думаю, что в рамках профессионалитета у нас будет оборудованная слесарная мастерская, будет новое оборудование, новый инструмент, большое количество инструментов, да, позволяющих работать свободно, будут станочки здесь стоять, то, соответственно, будем дальше обучать, мы уже расширять немножечко круг. Я думаю, что мы будем изучать здесь и пайку, поскольку у нас должен быть пост пайки здесь, да, то есть то, с чем столкнуться могут на производстве. Ну и работа у нас там так.